всем привет подписчикам и конечно гостям канала в этом видео с вами хочу поделиться одним рецептом из корейской кухни это я буду в этом видео показывал покажу как я делаю кимчи по-корейски именно по-корейски ничего другого много есть всяких видео то как делать кимчи все такое прочее я знаю как он делается я знаю как она должна быть по вкусу чем многие люди предлагают это просто нет слов кимчи я буду делать с белокочанной капусты я и потому что делаю на зиму впрок можно конечно из китайской капусты делать делаю тоже ну на данный момент вот сегодня я буду делать кимчи из белокочанной капусты делаю конечно уже не первый год уходит в лед скажем так по вкусу все очень обалденно получается но хочу поделиться вам с вами видео один рецептам с чего начнем я надеюсь видно вам я уже приготовил вот капусту вот это вся капуста которая будет делать сегодня вот в этом малированном ведре будет солиться готовится это в общей сложности было 5 руков капуста некоторые печены я поделил на четыре части некоторые на две части чем просто хочу сейчас показать самом начале перед тем как вкладывать их ведро формалированное я вот так капусту придавливаю надеюсь видно да вот так чуть придавливаю капусту чтобы смотрите чтобы она вот так разошлась и чтобы она чуть лучше просаливалась первые особенно дни когда видео короче будет состоять ну делаться в течение недели примерно вы поймете почему это сейчас уже так делаю но в таком состоянии как я вот сказал да вот придавленным чтобы листики вот так разошлись а между собой но капуста будет лучше просаливаться если вы потом скажем один так листик оторвете вы увидите что ну начинается конечно скоро по краям просаливаться и все такое прочее а если везде попадет соль вода солью посол наш то она будет себя просаливаться равномерно ну все начну упаковывать и ведро потом покажу через с этим сделаю не все капусту я уклал ведерко вот смотрите скажем кто из нас раньше в тетрис играл очень даже очень помогает чтобы так все запихать это все что вы видели я запихал туда кроме вот этого кусочка он никак не хотел возить хотя признаешь сразу с первого раза не получилось только со второго раза получилось в одном класть зачем я это сделал зачем я сейчас его сухой сюда угол я сейчас сюда наберу воды скажу вот так где-то да ну чуть не так доходя до края и эту воду вылью большую чашку или кастрюлю и буду точно знать сколько мне делать рассола только из-за этого потому что мне сейчас тяжело например подсчитать сколько мне надо будет воды чтобы засолить капусту а если я сейчас и налью сюда перелив другую посудину у меня уже есть точная масса сколько мне надо разводить не соли это капуста будет пока не стоять только соли давайте я все постепенно и потихоньку буду рассказывать и почувствую видео будет очень длинная вот это я приготовил паприку а вот это количество пойдет где-то скажем полтора килограмма паприки у меня на большую у меня больше этого болгарского перчика острого перца вот он я взял две упаковки потому что я не мог точно знать какой он по горечи и потому что каким чем должна всего на гульке и поэтому я взял две упаковки если все если пановал мало горько будет я могу скажем одну паприку сторону покрывать и острый перчик чуть побольше подмолоть и тогда у меня соотношение какое-то пусть будет если вы скажем нет до этого мы еще не дошли чем еще к этим вещам совсем понадобится самые главные скажем специи так это вот черный перчик кориандр ну и конечно же соль и для паприки вам понадобится чтобы она забродила заквасилась ну скажем на два килограмма только где-то примерно будет понадобится столовая ложка сахара ладно будем дальше делать буду все постепенно показывать короче залил свою капусту и водой потом буду перевел теперь в эту чашку и теперь я только здесь я буду разводить соль чтобы не приблизительно было что я знал что по соли чтобы все было нормально я тебя знаю точное количество которое у меня надо будет воды на засолку капусты это было только для этого сделано продолжаем дальше развел как говорил вот в этом посудине было легко и удобно разводить свой хорошо растворилась я все теперь залил это ведро сделал ну поспал светлую тарелку небольшой гнет обязательно должен быть чтобы потому что капуста начнет потихоньку класситься бродить и она вас обязательно начнет подниматься для того чтобы она не поднималась и надо чем-то чуть-чуть огрузить я потом еще кое-что конечно добавлю она пока сейчас вот я с этим скажем процесс для с капустой пока я скажем уже закончен теперь надо самым основным вещам перейдем ну все буду поэтапно показывать как я это делаю капуста первый этап мы и сделали убирается она теперь у нас приблизительно на 3-4 дня переходим ко второму этапу приготовления кимчи то что я сейчас буду делать с паприкой с перцем с кориандром чесноком и острым перцем называется как че это такой соус и вот этот соус мы сейчас будем делать с для нашей капусты кимчи интересное конечно название но это корейское блюдо поэтому название такие короче который мы сейчас соус будем делать для капуста называется как че я просто сейчас наш болгарский перчик почищу разрежу вытащу семена нарежу мелко и все это пропущу через мясорубку острый перчик я только вот эту зелень уберу на остром перце не надо семена убирать потому что семена дают свою горечь и свой определенный вкус вы можете просто вот так делать надо обрезать вырываете и все прям вот так он в виде мясорубку все делайте конечно по вкусу по остроте как вам это надо делайте чуть острее чем вы думали делайте чуть острее потому что не забывайте на капусту все это разойдется и острота чуть-чуть понизится поэтому я делаю чуть острее ну все начну дальше делать потом покажу через это вышло принципе уже думаю когда теме все показал конечно сюда еще что надо будет соль посолить обязательно и сахар добавить но это вообще все покажу болгарский перец почистил почистил порезал чтобы можно было удобно прогнать через мясорубку чеснок тоже почистил не пугайтесь этому количеству чеснока пожалуйста мне даже сомнения что не может быть даже не хватит у меня сейчас здесь где-то на 2 100 апплики как я до этого уже говорил черный красный перец и вот черный красный кориандр черный перец я уже перемолол тоже приготовил вот посудина сейчас это все будет перемолоть и складываться буду перемолоть все пока перекрутил на мясорубке перемолол вот что получилось а на счет перца я уже попробовал показывала покупал такие две пачки вторую пачку не пришлось использовать горечь хватает проблем нету сейчас я его на салфетку на батарею высохнуть и потом можно будет использовать короче перец не пропадет что нам теперь только осталось это сделать посолить как я до этого показывал вот здесь кориандр и черный горошком перец был я это все перемолол как выглядит у кого нет возможности перемолоть можете просто взять простой черный перец уже могут кориандр могут и добавить чем могу не посоветовать и один год пробовал так делать что я взял специи кориандр черный перец горошком и прогнать через мясорубку но не получилось хорошо скажем так потому что мясорубка так сильно мелко не разобрал и потом черный перец и кориандр лежал комочками в моем соусе как чик вкус был нормальный но все равно когда ты кушаешь скажем вот она чуть мешала вы не удивляйте что такое большое количество я сделал это не все идет на капусту скажем я за счетку сделаю пару баночек которые пойдут просто на приправу это на самом деле есть приправа поставлю потом холодильник и буду использовать для супа для поджарки все чем все короче сейчас добавлю соль добавлю специи и наверное как я вначале говорил столовую ложку сахара многовато будет папы болгарский перчик оказался очень сладкий я думаю чайной ложки стать с бугорком должно хватить и брожение процесс пойдет я теперь думаю скажем не от 3 может быть самое больше 4 можем начинать уже делать наши кимчи будет видно все зависит от того какая у вас температура в комнате я конечно это постараюсь так поставить чтобы она не на полу стояла чтобы температура комнатная было чтоб она спала холод не тянула и конечно не на сквозняки где-нибудь так в кухне в уголке поставлю где сквозняка никакого нету и что еще не забывайте один раз в день подходить и слегка помешивать вы заметите когда брожение начнет как она бродить будет подходите просто один раз день это делать ладно увидим увидимся опять через пару дней когда начну делать уже кимчи ну вот прошло три дня после того как мы все это приготовили нашу как чей капусту хочу вам показать насколько она просела смотрите сами я очень поближе подвину вот смотрите помните я показывал просела теперь капуста капуста просолилась я уже так попробовал на солнце нормально и наши как ситуацию вот она все тоже подошло ну чё я не знаю как сказать будем теперь нами женить их что ли вроде так как-то так руку надо потерять вот это вот сейчас не надо будет сюда перекласть ну увидите что делать чтобы я у меня там посуда освободилась что-то туда обратно складывать мог я сейчас капусту все скоро сюда перекладывать еще эти самые очень тоже важно надо еще одну посудину рассола который в капусте сейчас его надо просто чашку перелить чтобы вот этого всего как скажем жидкости нам не хватит на это все посудину поэтому рассол весь не выливаете посудину чай сейчас и сделаю перелить сюда вот так я думаю просто достаточно остальное можно будет вылить просто перекладывать аккуратненько сюда будем промазывать давайте вам покажу как я это буду делать потом это все основное сделаю без камеры потому что это будет тогда километровое видео если это же начну делать перед камерой ну а наш кусочек капусты как вот видеть смотрите чем до этого говорил виде они все полностью просолились тела нам было теперь берем как че и вот так вот а потихонечку прям втираем все сюда что через в каждый листик за проглезла пропиталась на солите а втирал он ставить она везде внутри уже тоже попала конечно можете прям раскладывать ну протирать в принципе вот этого достаточно так вот все это уже капусту сейчас я опять укладу туда давайте особо без камеры сделаю и потом покажу все выключить камеру выключить не пугайтесь пожалуйста как сейчас здесь выглядит все процесс втирания наша когчи в капусту это ну наверно сами может быть когда-то покупали на базаре или где корейскую капусту если удивлялись а если капусту открываешь я раньше так по крайней мере удивлялся я себя спрашивал как попадает туда кусочки перца между листиками когда капуста такая плотная теперь знаю так вот он туда попадает с помощью втирания короче все протер как всю капусту все мы соус втер в капусту выглядит вот так вот а сейчас вот эта чашка где я все это делал мы сейчас просто что у нас до этого был рассол который мы специально отливали вот этот рассол теперь эту чашу просто ополосну этим рассолом и залью теперь кимчи булькой перчатки не одел ну все короче сейчас надо будет чуть-чуть придавить все это дело и поставлю еще на пару дней в теплое место ну как теплое место при нормальной комнат температуре еще пару дней постоит и потом уже можно будет убирать в подвал но мы еще попробуем когда она будет готова чуть не забыл показать вот это что все осталось у нас от когти что сюда не ушло я все уже все тарелку сверху подвал придавил это пойдет сразу сюда в баночку уберется в подвал или холодильник и буду потом использовать для поджарка также можете использовать ну я кушаю когда вот например пельмени кушали манты кушаю тоже можно использовать за место как бы кетчупа такого что ли это не кетчуп это корейское блюдо не знаю кто кетчуп придумал вот это в 1000 раз вкуснее чем какой-то кетчуп просто сейчас сюда в баночку перелью и поставлю в холодильник ну все ждем тебе пару дней ну вот наш процесс приготовления кимчи подошел к концу в общей сложности заняло это 7 дней для приготовления капуста теперь готовы и уже можно кушать но я все равно еще раз скажем лучше будет если мы сейчас скажем с нормальной тематой комнатной температуры уберем в подвал в моем случае я вынесу на улицу у нас зима тут не холодные так что будет на улице в сарайчике стоять и все будет нормально давайте я покажу что за то получилось сразу попробуем капуста наша наша кимчи тарелочку в сторону все готово давайте достанем маленький кусочек смотрите как он выглядит аппетитно приятно ну и на вкус будет тоже самое это уже знаю я могу сказать обалденно как всегда могу чего вам посоветовать готовьте по этому рецепту очень вкусная капуста получается приятная на вкус остренькая и такая же прям как у корейцев сейчас еще вот она бродила последнее время вот это прошение само оно еще чуть-чуть есть такой как бы привкус кто простой капусту квашеную дома делает он знает и это же сперва надо убрать чтобы она перестала бродить и через пару дней но вкус открывается и уже будет нормальный вкус ну все она теперь готова если вы сомневаться будете в моем рецепте есть предложение у меня на канале есть еще как я готовлю корейский салат или фунчозу корейский салат из морковки попробуйте сделать мой корейский салат или фунчозу и покушайте и поймете потом что этот рецепт капусты кимчи будет такой же вкусный если вы сделаете мою морковку по-корейски или фунчозу ну все рад буду с вами поделиться своим рецептом давайте всем спасибо за просмотр до свидания до свидания